Здравствуйте, меня зовут Анна Бусил, вы на моём YouTube-канале, и я придумала новое вступление для своего YouTube-канала. А всё почему? Потому что я стала создавать новый проект, который называется «Книжный клуб от психолога», и вот мне уже хочется представляться как создатель книжного клуба, и моя такая амбиция, моя цель — построить самый большой онлайн-книжный клуб, может быть, даже во всём мире, поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео, и я вам буду рассказывать, как этот процесс будет в моей жизни происходить. Итак, «Книжный клуб» я решила создать не просто так, потому что с 2016 года я читаю активно, читаю определённую литературу, и вижу то, как чтение регулярное меняет мою жизнь, и, надо сказать, уже изменило в каких-то частях. Именно регулярное чтение помогло мне в какой-то момент справляться с очень такой, знаете, интенсивной тревогой. Именно чтение запустило процесс моего снижения веса, и если вы сейчас посмотрите на экран, то вы увидите, что, мягко сказать, я отличалась, и на моём канале вы можете отыскать ролики, где я рассказываю о своём пути похудения. Кроме того, чтение — это очень простой инструмент для того, чтобы, вообще, знаете, пробуждать интерес к жизни. Сейчас объясню, что я имею в виду. Чтение — это процесс, который, с одной стороны, вроде бы очень простой, и всех нас учили в школе читать. Однако, когда во взрослой жизни я начала потреблять абсолютно разную литературу, у меня стал формироваться вкус. Что мне нравится, что мне не нравится, какие книги я готова читать в большем объёме. Ещё одна причина, по которой взрослые люди не читают, это отсутствие возможности с кем-то эту книгу обсудить. И когда происходит такой момент, когда вроде бы я читаю книгу, мне что-то становится непонятно, от этого я могу потерять интерес, а обсудить не с кем. И, соответственно, в этот момент взрослый человек отвлекается на какие-то рутинные дела, семья, дети, и тоже перестаёт регулярно читать. В общем говоря, вот я вам перечислила минимум три причины, почему взрослые люди не читают. И моя такая амбиция, моя цель, как я сказала выше, это создать книжный клуб для взрослых, где люди соединяются в одном интересе, где чтение – это действительно такой общий интерес, который объединяет, который помогает снизить уровень тревоги, который помогает взращивать самоуважение. Потому что тогда, когда вы начинаете читать регулярно, вы 100% будете чувствовать себя более уверенным человеком. Почему? Потому что вы даёте себе обещание, и вы его выполняете. Более того, у вас будет, знаете, при регулярном чтении создаваться ощущение, что вам правда многое по плечу. Потому что в тот момент, когда вы где-то преодолеваете себя, говорите о том своим близким, что сейчас ваше время, пожалуйста, меня не трогайте, или когда вы будете даже останавливать бесконечный вот этот вот серфинг в социальных сетях, поверьте мне, вы будете чувствовать себя гораздо-гораздо лучше. И перекладывая эту схему с чтения на какие-то другие сферы, вам будет гораздо легче добиваться своих результатов. Контент в моем книжном клубе делится на платный и бесплатный. Бесплатный контент – это то, что вы получаете в изобилии в запрещенной социальной сети. Обязательно подписывайтесь. И также есть платный книжный клуб, стоит 990 рублей в месяц. Только представьте, всего лишь 990 рублей. Структура книжного клуба такая. Вы оплачиваете месячную подписку, также есть на 6 месяцев и 12. И дальше на протяжении целого месяца мы с вами берем какую-то книгу месяца. И эту книгу месяца я разбираю в формате аудио и выпускаю аудиоразборы каждый понедельник. Более того, вы получаете какую-то дополнительную книгу, которую также по теме я рекомендую вам прочесть. Ну а кроме того, у нас есть фильм, фильм месяца, который я также даю в качестве рекомендации. И те, кто захотят его обсудить в комментариях, это делают. В общем говоря, очень интересная структура, позволяющая двигаться каждому, с одной стороны, в любом темпе. С другой стороны, я предполагаю, что не все будут каждый месяц читать книгу. Но при этом, даже послушав разбор, вы точно уловите какие-то основные смыслы. И многие читатели говорят о том, что после прослушивания твоего разбора нам захотелось уже после читать книгу. Ну и книгу покупают, соответственно, читают. Так вот, идея моего книжного клуба состоит в том, чтобы регулярно читать, для того, чтобы улучшать качество своей жизни. Например, одна из книг, которую прямо сейчас мы читаем в книжном клубе, это книга «Атомные привычки». Ее написал Джеймс Клир. Это очень классная книга по выработке правильных привычек, которые будут поддерживать развитие в жизни. И я вам рекомендую, если вдруг вы захотите самостоятельно с этой книгой познакомиться. В ней очень много таких, знаете, практических примеров того, как работать с привычками. Потому что привычки – это то, что мы с вами воспроизводим каждый день. Каждый наш день состоит из множества привычек. Только вопрос, какие это привычки. И здесь есть технология, как привычки, которые не ведут к результатам, заменить на те, которые будут помогать строить лучшую жизнь. Собственно, вот представляете, да, вот такая книга, она примерно 300 страниц. И я ее делю на 4 части. Каждую неделю выпускается часть этой книги в виде аудиоразбора. Аудиоразбор каждый примерно длится час. Соответственно, у вас будет материал для того, чтобы подумать, послушать, вернуться к прочтению книги. Очень-очень интересно. Более того, вот если возвращаясь, с одной стороны, и к книге привычки, и с другой стороны, к идее моего книжного клуба, я действительно считаю, что, знаете, бывает такой момент в жизни, когда я хочу читать регулярно. Но у меня не получается самостоятельно эту привычку выработать. И в какой-то момент очень важно признать, ну, я не справляюсь самостоятельно. И вступив в подобное сообщество, я как будто бы имею некое обязательство, как будто бы я уже заплатила деньги за участие, купила книгу, дала себе обещания. И вот таким образом эта привычка вырабатывается и легко встраивается в жизнь на регулярной основе. Поэтому, если вы не можете сами регулярно читать, вы постоянно читаете книги, оставляете и не дочитываете их, я вам рекомендую признать то, что самому может и не получиться, и вступайте в мой книжный клуб. Прежде чем вступить в книжный клуб, я предлагаю вам сначала познакомиться с этим форматом. Я его вам вкратце описала, но, тем не менее, мне хочется, чтобы вы понимали, что вообще внутри будет. Поэтому я подготовила для вас аудиоразбор книги «Маленький принц». Для того, чтобы получить аудиоразбор, вы должны перейти по ссылке в Telegram-бот, написать слово «Принц», и вам выпадет в формате аудиоподкастов разбор книги «Маленький принц». После того, как вы ее послушаете, и вы поймете, что вам подойдет такой формат разборов, соответственно, дальше вы сможете оплатить 990 рублей за участие в следующем месяце. Каждый месяц участие можно обновлять, продлевать и, соответственно, участвовать в клубе. Более того, свой книжный клуб я решила строить вот по какому принципу. Каждый месяц мы ставим определенную тему. Ну, точнее, я ставлю, я задаю эту тему. И объявляю участникам, что, например, в следующий месяц вот у нас будет такая тема. Прямо сейчас на экране вы видите те темы, которые будут в книжном клубе ближайшие полгода. В июле тема месяца была «Как читать книги». Ну, вот мы с вами начинаем, да, книжный клуб, и надо разобраться все-таки, как же читать книги. В августе планируется книга... Не буду говорить, какая книга, потому что когда вы вступите, вы узнаете. Но тема будет связана с деньгами. То есть мы будем говорить про деньги с точки зрения разных авторов великих, которые позволят нам под другим углом посмотреть на деньги. Потому что деньги — это не только про бумажки, деньги — это на самом деле и про отношения, и про отношения с людьми, отношения с собой, какие-то установки и так далее. Вот так вот выглядит мой книжный клуб. Надо сказать, что амбиции у меня большие, и сейчас вот это такое вводное видео после большого перерыва я снимаю для того, чтобы вам рассказать о том, чем я сейчас живу, что меня увлекает. И надо сказать, что развивать книжный клуб полноценно, аккаунт, я начала в середине июня 2023 года. В данный момент в аккаунте почти 6000 подписчиков, и это очень хороший темп, я думаю, вы прекрасно понимаете. Проект масштабируется, постепенно я простраиваю стратегию, и в целом все мои ресурсы сейчас идут на то, чтобы этот проект сделать таким, каким я его вижу. Потому что, знаете, вот часто говорят о том, что для того, чтобы получать удовольствие от того дела, которым ты занимаешься, очень важно соединить и интерес, и какие-то позитивные переживания, и свою компетенцию, и так далее. И вот этот проект, он для меня как раз просоединение всего самого прекрасного, что есть в моей профессиональной деятельности, потому что сейчас я получаю высшее образование психологическое. И, конечно, все разборы, они через призму психологии. И это то, что отличает мой книжный клуб от других. Потому что у нас нет с вами задачи, знаете, по крупицам раскладывать сюжет. У нас есть с вами задача посмотреть, как вели себя герои. Кстати, да, иногда у нас будет и художественная литература в клубе. У нас есть с вами задача увидеть какие-то мотивы и взять то, что мы с вами увидим в книге себе в жизнь. Поэтому прямо сейчас я предлагаю вам сделать несколько действий. Перейти ко мне в телеграм-бот, написать слово «Принц» и прослушать бесплатный аудиоразбор книги «Маленький принц». После того, как вы прослушаете, вам выпадет возможность принять участие уже в платном книжном клубе всего лишь за 990 рублей. Я себе поставила такую цель. Она больше для меня на уровне миссии. Сегодня первые тысячи человек будут в клубе по цене 990 рублей. Эта цена смешная, потому что тогда, когда вы поймете, какой объем информации, как там интересно, какое классное окружение у меня в клубе, вы поймете, что 990 рублей – это вообще ни о чем. Но я думаю, что, знаете, если я буду распространять вот эту любовь, интерес к чтению, абсолютно точно жизнь людей глобально качественно будет меняться. Потому что, когда мы читаем, мы тренируем мышление. Если мы тренируем мышление, то мы уже можем по-другому строить свою жизнь, добиваться тех результатов, меньше страдать, больше делать, получать удовольствие от жизни и так далее. Поэтому сейчас такой вот доступ очень доступный, и первые тысячи человек, которые вступят в платный клуб, они будут иметь возможность прикоснуться к моей программе, к моему формату вот за такую цену. Поэтому прямо сейчас приходите в телеграм-канал, слушайте бесплатный аудиоразбор книги «Маленький принц». После этого оплачивайте участие в платном книжном клубе. Тема августа 2023 года будет тема денег, и мы через один очень интересный фильм, через две книги будем исследовать этот вопрос. Вступайте в книжный клуб, разделяйте мой проект. Уверена, что многим из вас это откликнется, и вы поймете, что такой вот интерес, он на самом деле гораздо легче в жизнь внедряем, чем в какой-либо другой. И что мне нравится, знаете, вот в чтении, это то, что регулярность чтения зависит только от меня. Мне не нужны никакие-то специальные условия, мне не нужен даже коврик для тренировок. Я просто беру книгу и читаю. Да, моя задача либо электронную книгу скачать, либо купить бумажную, и вкладывать в себя, что-то видите, тут муха разлеталась, вкладывать в себя самые лучшие знания, которые только могут быть. Ну и если вдруг вы не знаете, как выбирать книги, то я это буду делать за вас, а впоследствии у вас сформируется уже ваш вкус к литературе, и вы сможете уже сами в свою жизнь привносить качественные книги, после того, как вы научитесь это делать в моем книжном клубе. Вступайте в книжный клуб, мой новый проект, я буду обязательно вам рассказывать, как будет проходить процесс его масштабирования. Еще раз повторюсь, у меня очень большие планы, я очень хочу сотрудничать с издательствами, я очень хочу, конечно же, продвигаться в том числе более активно, и если вам интересно с точки зрения построения бизнес-проекта, тоже обязательно подписывайтесь, и вы будете видеть какие-то новые интересные фишки. Друзья, пожалуйста, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал, очень жду вашу поддержку в комментариях, потому что первое такое видео после перерыва я поделилась тем, чем я сейчас живу, и увидимся с вами в следующем ролике, пока! Субтитры сделал DimaTorzok